Может такие косточки Луни? Да что, мне не нравится. Может и такое мороженое? Луня? Ну да. Это же мороженое из косточки. Давай. Прикольно. Или вот такую можно, или и ту, и ту можно. Давай и то, и то возьмем. Давай. А еще, наверное, Джесси надо же взять, они же там вдвоем сидят. Да. О, давай Луни побольше возьмем, а Джесси поменьше. Джесси же поменьше собачка. Давай. Давай вот такую Луни, наверное, возьмем. Луня? Да. Такую мясовую. А тут жесть. Ага. Мы тут с Алисой замок нашли, посмотрите на это. Мама! Ага. Обалдеть. Мама, я что-то его захотела. Ну это вот чисто для маленьких котят. Вот такой замок подходит, понимаешь? Это вот им поиграть ненадолго и выкинуть. А 4600 он стоит. А вот та, что мы видели, та для больших. Смотри, это огромная мышь. Ужас. Точно, это точно, это когтеточка. Прикол. Да, круто придумали. Смотри, тут есть еще кошка. Знаешь, это для тех, у кого негде поставить, можно вот так повесить. Да, кошка, когтеточка тоже обалденная штука. Вешаешь и 700 гривен. Ого. Зачем? У нас есть когтеточки, они об них точат. Им не нужно. Вставай, стой. А как, это кассир? Ну, тогда два тех и один тот. Мама, это кассир? Да, да. Я хочу кассир рассказать, сколько у нас животных. Расскажи. Кассир. Да, все так не обращаются к людям. А как? Ну, не по профессии обращаются, а просто. Тетя, например, если ты имя не знаешь. А, тетя, я хочу рассказать, сколько у нас животных. Давай, рассказывай. У нас есть 10 кошек. Ого, и все большие? Да. Но есть еще 7 котят. Ого. Это самое главное. Да. А еще 3 шиншилы. Поэтому куча покупок. Ничего себе. Ого. Было 2 собаки, но мы отравили, поэтому одна собака. Ничего себе. У вас там целый зоопарк. А еще у нас... Один попугай. Ага. Еще рыбок не мало. Ну, попугай большой, да? Улитки. Три улитки. Ого. Как шиншил. Енот. Енот. Енот? Да, в клетке. Ну, не в клетке, он в доме в своем живет. Утка Петя. Утка Петя, да. Ходит по двору. Хомяк Хомка. Да, 2 морские свинки есть. Да. И одна песчанка. И кто за ним ухаживает? Только ходим, обслуживаем. Так, в общем, мы накупили мисок, потому что кошки все поразбивали уже, ну, и Костя им помогла. Вот это мисочки для котов разные купили. Да. Это для Хомяка. Да, да, это для Хомяка. Это для Хомяка корм. Это для Шиншил. Это песок для Шиншил. А вот Алис для маленького серого котенка я взяла. Ой, глянь, прям мирен нарисован котенок. Ага. И две игрушки, дочь. Две игрушки котикам. Да, все. Потому что у нас это... Мы уже как-то, наверное, сотни раз покупаем эту утку. Она ломается все время. Кто Сережу разрезал, кто испачкал, кто порвал. Да, то котики порвали. Мы уже какой-то сотни раз покупаем эту утку. Да, он же маленький. Все рассказала. Да, в общем, я сейчас тебе что-то расскажу. Осторожно, зайка. Алиса смешная такая. Начала сначала рассказывать, сколько у нас животных. Всех перечисляют. Потом говорит, я вам расскажу, как моего любимого кота зовут. Он говорит, толстый, сильный. И зовут его Симба. Говорит, у нас всего 25 животных. Моя подружка считала. А у нее же спрашивает продавец. Говорит, а сколько же у них глаз всего 25 животных? Говорит, у каждого по два. Я говорю, ну молодец, правильно сказала. А потом она говорит, а я знаю, сколько будет. 6 плюс 6, 7 плюс 7, будет 14. Начала им считать. А потом она им говорит, а я знаю, сколько будет. 6 тысяч плюс 6 тысяч. А не а ну сколько? Она говорит, 12 тысяч. Они такие, о, молодец. Соображаешь, говорят. Говорят, это точно будущий бухгалтер будет. В общем, она им там эти... Еще что-то не хватало. А я говорю, да не, у нас просто в семье все с математическим уклоном. Ну, мышление. Я говорю, и шахматы все играют. Так говорю, у нас просто семейная к математике. Ну, правда, она хорошо посчитала. Она еще и умножить там что-то посчитала. Я же куплю весь этот зоомагазин. Так, приехали мы к офицентру. Чисто, чтобы купить игрушку, которую сломал Симба. Еще доехали. Так, ну что, давай искать где-то здесь. Смотри, какие точки. Да. Нашла? Да. Алиса очень хочет Луне тоже какую-то игрушечку принести. А может, ей такую утку взять? Давай. Хотя, а вдруг она потом на Петю нападет. Будет за уткой гоняться и потом Петю. А может, сосиски и сардельки? О, давай. Они ей понравятся? Я очень утку еще хочу взять. Так хочется сардельки улыбать. Зайка, я боюсь, что он на Петю потом правда нападет. Он же такой же звук делает. Давай утку не будем, опасно для Пети. Давай учу сардельки. Да, или свинью. Хотя она будет нам вот это орать все время. Бери сардельки, да. Понравятся ей, как ты думаешь? Думаю, понравятся, конечно же. Луна любит новые игрушки. Ну все, на, для котиков тоже. Ну все, все игрушки. Ну все, коты ужасно рады. Ужасно рады будут. Мама, давай первое Луне покажем сардельки. Потому что Луна начнет грызть косточку и не будет играть с сардельками и внимания не может обращать. Хорошо. Сначала игрушку, потом вкусняшку. Да. И Алиса не осталась без подарка. Покажи, что ты себе выбрала. Вот такую ферму Алиса себе выбрала играть. Еще фрисби. И вот такой мячик. На, возьми, потому что я не могу много держать. Покажи свой мячик. И вот такой мячик, которым кидаются на улице. Алиса все для летних подвижных игр берет во дворе. Да, в прошлый раз. Такую стрелялку, в этот раз фрисби и мячик. А, водичку надо папе взять, дочке. И мне. Вон, иди возьми. Мама, ты возьмешь и Алисе, и Косте, хорошо? Хорошо. Сейчас. Подписчики. Хотите прикол? Да, хотите прикол. Я хотела себе такой сюрприз. Но я хотела именно фламингу. И бабушка мне вытащила. Спасибо, бабушка. Вот. Знаете, в чем прикол? В этом яичке могут попасться вот такие разные персонажи. И стоит оно что-то под 100 гривен. И я думала, ну, покупать, не покупать, потому что Алиса именно птичку фиолетовую очень хотела. А потом мы смотрим, что через дырочки как бы видно. Ну, то светится розовое, то голубое. И мы решили поискать, где вот фиолетовая светится в дырочку. И бабушка нашла. Открыли, и точно птичка. Такая, как Алиса хотела. Угадали. И, кстати, еще качественная такая птичка. Нормальная. А ты думала, что дикатичка? Я думала, что там малюсенькое попадется. Она и желтым светится, зеленым вон. И розовым. Нос зеленый. Хвост розовый. Нам еще повезло. А еще огласили бы желтым могло светиться. Вот тут желтый. Да, да, действительно. Да. Как ты так углядела, бабушка. Ты арахис купила? Угу. Вечно везде арахис ищет. Спасибо, бабушка. А я считала, что это не очень полезные орехи. Что самые полезные вроде бы грецкие. И следом за ними там, по-моему, кешью. Хотя я могу ошибаться. А это не орехи. Фундук. Это бобовые. А еще мы купили отыкенный свисток. Огромный. Ребята, я вам посвистну. Свистну, смотрите. О, да вы все равно не на улице будешь свистеть. Друзьям, когда далеко убежали, такая посвистела, чтобы тебя услышали. Нет, только 5-этажки, а все мои друзья-браслетка. Ну, держитесь. Я за километр буду свистеть. Буду побежать для всех конкурсов своих свистков. Конкурсов свистунов. Алис. Алис. Алис, так у нас теперь вот этих вот 8 штук, да, получается? Удочка одна, потому что одну Симба сломал. А вот этих вот цыпляшек теперь аж 8. Если подерут, будут на запас. Знаете, как Симба поломал эту удочку? Он схватил лапами вот за это. Или зубами, или лапами. И, в общем, так тянул, чтобы вот это разломилось пополам. Я вообще не представляю, как так можно сделать. Алиса же говорит, у меня очень сильный кот. Идет папа. Несет гордо вперед пузо. Все покушали. Спасибо. Как я, мне жарко, их специально открыла. Мы приехали на пятиэтажки, чтобы Алиса посвистела. Она сразу встретила друга уже. Алиска, кончик надо свистеть. Самый кончик. Они все спрятались. Привет. Смотри, спорим, я тебя глушу? Не. Молодец. Прикольно. Это он к телефону цепляется? Да. И винты под энергии. Прикольно. Алиса, ты такое видела? А, это приставка, да? А, ты из телефона? Телефон. Это типа телефон. Это типа чехол такой, как джойстик. Прикольно, прикольно. Классно, да, интересно. Спасибо. Ну, пошли искать. А они летают? Ну, конечно, это же фрисби. Конечно, летает. Что ты шукаешь? Они все попрятались. Да пускай прячутся, мы в тарелку поиграем. Вот таких фрисби было несколько, и все они на дереве. Мама, смотри, как я умею. Еще побежите. Это перегонки. Молодцы, вы очень быстро бегаете. Да, молодцы. Лучше не вставай рядом, Алиса, он очень громко свистит. Мы встретили Рому, он умеет свистеть фантиками. Так громко, что у меня просто заложило уши. Сейчас еще раз покажет. Да, попробуй еще раз. Ну, первый раз было так. Не, сейчас. Я даже уши заткну. Как могу, плечами. Ну, получается очень громко. Даже громче свистка. Да, просто в кончик свисти, малыш. Чтобы эту дырочку, эту дырочку, чтобы не закрывать. Мы тут селиться, ходим, окрестности изучаем, нашли поле для баскетбола. Классно. Да и вообще, стоит дом многоэтажный, как будто бы в лесу. Вот мы просто за дом зашли, в двора, в котором мы все время гуляем. Конечно, трасса рядом, но ощущение, что ты в лесу. Так, погуляли. Оре, сирена. Ты домой? Не. Не? Ты не бежишь по сирене домой? Ну, ты ешь тут поблизу. Если там, где-то на файном маркете, то уже иду. А мне все равно кажется, что лучше где-то укрываться, хотя бы в подъезде, на всякий случай. Мало ли. Так, мы подъехали домой. Сейчас пойдем животных ублажать. Не, у меня и так руки заняты. Ты неси сама. Ты пойдешь Луне отдавать сардельки? Хорошо, папа. Луне сюрприз. Я думаю, она дома. Бабушка, выпусти Луну. Луна, у меня для тебя подарочек. Луна. Ну, дай же ей хоть пощупать ее подарочек. Вот так вот мы зашли домой и сразу начали кормить наших котиков. Манюня тоже хочет потом уступить девочке, тем более старой. Надо уступать. И главное, Мурка прибежала. Маня, ты сдурела? Что такое? Тарелки с Симбой ешь. Это там тарелка с Симбой. Маня, ты что? Сейчас Маню в другую тарелку насыплю. Ладно, потом тебе можно с Симбой кушать, потому что вы почти братья. Вот, а кто-то пишет, оставьте себе котяток. Куда нам еще котяток? Посмотрите на это. Сборище. Сколько это их тут? Четыре, восемь, девять. Ну, дай малышку в туалете. Стоп, так слопусь у нас одиннадцать? Да, у нас одиннадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Малышка и лапуся. Точно с лапусью одиннадцать. Мама, кстати, я так думала когда-то, но не говорила. Не знаю почему. Достя, что телефон на полу оставила? Прости. Я хочу сфоткать это. Ну да, я тоже стою, снимаю. В шоке, когда все в одной куче, их так много. Вот это сборище у нас. Кушаем, кушаем. Пока. Собрание, да. Собрались покушать. Я на два видео разделю, хорошо? Хорошо. Вот это смотрите. Амируся ест для родивших, а Мурка нет, она обожает вискос. Она просила прям именно вискоса. Какие же хорошие копы у меня. Если лапуся плюс котята, то у нас восемнадцать получится. Смотри, мама, я пофоткала, как они кушают. Смешно со стороны выглядит. У мужа тут за столом экзотическое блюдо. А на самом деле я просто меняю им полностью то, на чем они живут в контейнере. Это кокосовая стружка. Вот так вот она с кипятком поливается, разбухает, увеличивается во много раз. И потом это им стелюсь. Уже пришло время поменять полностью. Так что морочусь. Так, закипел чайник. Видите? Изначально выглядит как кирпич. Потом разбухает и очень поднимается. Из одной такой вот штучки, по идее, выйдет намного больше, чем кастрюля. Смотрите, как он разбухает, прям на глазах. Сейчас его переверну. Увидите, он так и остался огромным. Все, надо еще чайник ставить. Я на самом деле очень долго с этим морочусь, потому что оно же горячее. Я его вот так вот раскидываю понемногу, чтобы оно остывало. Потому что улиток-то нельзя обжечь. Так, все, искупала я улиточек. И сидим с ними теперь, ждем, пока остынет. Пока у нас все остынет, да, дорогуши? Хорошие такие девочки. Такие улиточки. Иди на латушку. Девочки такие. Покупались. Да, такие большие девочки у меня. Ладошка у меня мокрая. Так что как раз ей комфортно на нее залезать. А второй надо вторую ладошку. Надо выключать фотик и брать ее на вторую ладошку. А третья решила на спине пристроиться. Правда, зачем куда-то самой ползти, пускай подруга вывезет. Когда вот так тебе залазит на руку, ощущение, что тебя просто куда-то засасывает. Как вакуум какой-то. Это очень странное ощущение. Бам-бам. Куда ты? Эта хитрюга так и осталась сидеть сверху. Катается. Какие интересные существа. Как так природа создает, правда? Всех разными делает. Улитки и люди совсем даже близко не стояли. У них вообще свой дом на себе. Панцирь. Ползет как. Такое ощущение непередаваемое. Она сильная такая. Как будто тебя прям сжимают кулаком. И подругу везет. Ну, сестру. Все готово. И сегодня у улиток их самый любимый ужин. Это огурчики. Еще я купила уже с огорода. И кальцием, конечно, надо посыпать. Для их ракушек. Я, конечно, замечаю, что они любят без кальция. Но что ж поделаешь. Надо. Я им по одной дала без кальция. Остальные посыплю. Потому что надо. И потому что они у меня не любят сепию. Вот когда-то у нас жила улитка, тоже охотина. Она очень любила сепию. Она ее прям быстро сгрызала. А эти нет. Либо им вот это вкуснее. Кальций в таком виде, не знаю. Но такие мне неприхотливые. Так. Ну, все, дамы. Приятного аппетита. Поменяла. Сейчас еще попшикаю водичкой. Контейнер. И все. Так. Я перемыла все тарелочки. Хорошенько. Со всех сторон. И сейчас буду сыпать корм сухой. Уже сидят ждут. Костя сказала, что нам до зарплаты вот такого хватит. Но я, честно, сомневаюсь. На нашу Араву вы же их видели. Я придумала более компактное месторасположение для мисочек. Вот. Будут они вот здесь, в уголке. Там они вообще никому не мешают. И вода посерединке. И две мисочки я не использовала, оставила. Ну, например, какой-то влажный корм им давать или что-нибудь еще. Эти полочки я так и использую под еду. Сейчас я туда поставлю корм. Его надо хорошо завернуть. Что это? Это индюк. Не очень им нравится эта индючка. Короче, не надо такой будет покупать в следующий раз. Хотя, Тим, скажу вам, ест с удовольствием. Банбаши. Банбаши. Как ягуар какой-то у нас банбан. Окрас. Ну, Тимочка покушал. Пришел ко мне ласкаться. Все, пошел на окна. В общем, я думала мисочки сюда поставить, а потом думаю, нет. Кто-нибудь свалит, лучше их просто задвину. Вот так вот снизу. И так они точно будут целыми. Потому что они прикольные. Жалко будет, если разобьются. Вот так вот. Теперь компактненько. Там еще надо эту когтеточку опять вымывать. А так, все, компактный такой уголочек у кошек. Пока я кормлю животных, Костя кормит нас. Приготовил горшочки. Мне тут коты мох разгрызли. Сижусь и ржусь. Сейчас вот это вымывать буду, выкидывать. Мох улиткам предназначался. Ох, коты, коты. Моя нюня пошла кушать. Хотя Маню не понравилось, что я туда переместила еду. Потому что она там живет под лавочкой. У нее там даже постельная. Своя лежанка личная. Вон, видите, пошла туда. Она себе выбрала место под лавочкой. Я пробу снимаю. Какого или нет? Я думала голодный. Слушай, она же шкварчит, ты сейчас обожжешься. А я подумаю.